Жертвой подпольного салона красоты стала Нижегородка. Татьяна Кондакова решилась на процедуру по подтяжке лица. Искала, где подешевле и нашла. В соцсетях подобных предложений много. Прямо в квартирах косметологи-самоучки обещают вернуть молодость и красоту. Результат, правда, зачастую совершенно иной. Вот один рубец, рядом второй рубец. Вот это вот шишка, то есть там какая-то жидкость скопилась, которую надо лечить. Вот это вот, я не знаю, видно вам или нет, это узел от нити. Вам это точно видно. Это узел от нити. А вот это вот все пигментное пятно. Она делала процедуру введения мезонитей Татьяне. То есть подбородок и в глаза. Тут даже сразу видно, что иглы даже неправильно введены. Видите, уже синяк пошел. Когда она вытащила эти иглы, я посмотрела на себя. Во-первых, сразу же было видно два рубца, то есть это нити. И сплошные гематомы, то есть там караул что было. Ну и последствия от этого. Вот такие синяки, это уже зажившие синяки. И поняла, что я вляпалась. Две недели я не работала, потому что это невозможно было выйти на работу. И вот уже спустя месяц, то есть эти нити до сих пор видны. И видны они будут до тех пор, пока их пластический хирург не удалит. Танюш, мы просто эти нити вытащим, я позову эту девчонку, которая обучала от меня. Я просто с ней держу связь, ну, и консультируюсь. И она тебе все это делает сразу на месте, без гематом. Как бы не переживай. Я ей попрошу, она тебе все аккуратненько поставит. Я попрошу, чтобы она приехала на консультацию, потому что, чтобы не навредить, больше синяков и гематов таких не наделать. Чтобы она вообще посмотрела на тебя. И все на этом закончилось, потом она нас заблочила, и все, и просто она не отвечает ни на вопросы никакие. Ну, все, и в черном списке. Находятся они вообще на съемной квартире. Маленькая однокомнатная квартира. Там работают три мастера. То есть она суперкосметолог, шугаринг, спа-процедуры. А на кухне два на два. Маникюр и кресло-педикюр. Это в период пандемии. В обычном доме многоэтажном. Мы отправились в эту самую квартиру, где работают эти косметологи. Это обычная многоэтажка в заводском районе. Соседи, которых мы опросили, не знают, что происходит за закрытой дверью этой сдаваемой в наем однушке. Но явно там что-то происходит. Дверь нам открыла девушка в одежде, очень похожей на облачение косметолога. Нам нужна Надежда Лисицин, Цветкова, косметолог. Нету, к сожалению. Нету, а где она? Не пришла еще. А у вас здесь какие-то услуги, да, я так понимаю, косметические? Чем вы здесь занимаетесь? Ну, у меня там уже пришли. Под кошки? Ну вот так. В фартуке, в перчатках. Я так понимаю, какие-то услуги предоставляют. Кстати, как сообщили нам в ГУВД Нижегородской области, по данному факту они проводят проверку.